Я сразговаривала с Аней Смольниковой, мама у неё, вот говорю, в органах, та сестра Смольникова. Короче, 170 уже привезли трупов, мешки закончились, всё пиздец. Короче, там погибших, внутри, около 400 человек, 355, это МЧС передаёт. Всех повызывали, нахуй, все ночью дежурили, в том числе и я, её мать. Вот такая цифра, девочки, если честно, я немножко в шоке. Сейчас, прикинь, звонил вот Андрюха, с кем я мешки-то ввожу из-под этого, из-под угля древесного, вот дубровку, там, ванжерку. У него, короче, жена в больнице работает. Утром, короче, рано-рано утром, прикатили 150 человек, там, 148, что ли, и сказали, короче, это... Следом потом ещё привезли 20 с лишним, было 157, и позвонили вот уже не так давно, сказали готовить, короче, ещё на 80 человек, ебать. Это пиздец там, короче. Из взрослых там было всего около 30 человек, всё остальное, прикинь, было дети. Пацан звонит, говорит, ему позвонили с Чебулы, вот под Мариинском, оттуда вчера загружали 4 автобуса детей, приехали на новую премьеру мультиков. И их, короче, чё-то там непонятно, зачем, почему, в кинотеатре закрыли, а не смотрели, вахтёрши, чтоб они не убегали. Закрыли и ушли, короче, прикинь, и все дети, нахуй, из-за этого погибли. Потом приезжал встречи автобус, один автобус Томска и один автобус Топков. Короче, здесь этот народ, который погиб, это всё были дети. Там только третья часть процентов были взрослые люди, все остальные были дети. Сегодня утром пожарным, наконец, удалось справиться с огнём в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Здание горело более 12 часов. Некоторые конструкции всё ещё тлеют, их проливают водой, помещения сильно задымлены, что очень осложняет работу спасателям. Данная жертва постоянно меняется. К этой минуте найдены тела 53 погибших. 12 пострадавших в больнице, некоторые в тяжёлом состоянии. Неизвестна судьба 11 человек. Их ищут. О причинах пожара говорить преждевременно, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Даже установить очаг возгорания пока невозможно. Спасатели начали разбирать завалы. Очевидцы рассказывают, что огонь распространялся очень быстро. Во время эвакуации возникла давка. По делу о пожаре в Кемерово задержаны 4 человека, в том числе арендатор помещения и руководитель управляющей компании, который обслуживал торговый центр. Почему эвакуироваться из горящих залов смогли не все, что произошло с дверями и сработала ли пожарная сигнализация, рассказы очевидцев и кадры, снятые прямо в полыхающем здании у нашего корреспондента Елены Макаровой. Это моя дочь Светлана Ковалевская. Сколько лет? Пять. Вот Егор. Ему 3 апреля должно 10 лет исполниться. Эдуард Ковалевский отправил своих детей в кино с близкой подругой семьи. О том, что произошло в торговом центре, узнал уже от её мужа. Она когда звонила, сказала, Дима, помоги, мы задыхаемся. Слышно было, как дети плачут. Возгорание в торговом центре произошло в разгар выходного дня. В это время там было много народу. К тому же начались школьные каникулы. Судя по этим кадрам, о том, что произошло, люди сразу не поняли. Где наш папа? Данил, выходим к машине, побежали. Паника, крики, пожарные выходы оказались по какой-то причине заблокированы. Мужики, сейчас точно задохнем. Некоторые выпрыгивали из окон. Слышь, как орут. Там человек какой-то. Очевидцы сходятся в одном. Пожарная сигнализация не сработала. Паника, хаос, народ бежал. Во-первых, темно становилось. Свет погас, эскалаторы не работают, лифт не работает. Народ бежит, люди падают. Сигнализация пожарная в магазине «Торговая вишня» не работала. Мы там были, когда всё произошло. Я с мужем и младшим сыном пошла в гардероб, он капризничал. А мама осталась со старшим сыном. Сижу, одеваю ребёнка, как вдруг вижу, что люди выбегают из зала, бегут в сторону лестницы. Я сначала не поняла, что произошло. Спустя две минуты повалил дым оттуда. Пожарная система не сработала вообще. По последним данным, возгорание произошло на четвёртом этаже торгового центра. Есть несколько версий произошедшего. По одной из них как раз в зрительном зале кинотеатра. Рядом два личных пролёта для эвакуации. По другой версии, пожар вспыхнул в детском развлекательном центре. Говорят, что недавно там сделали ремонт. Поставили перегородок много и были прям очень тесные коридорчики. Плюс они были заставлены, оборудование. Там, считай, даже негде было выйти. Для попкорна, там холодильники. Площадь возгорания составила более 1500 квадратных метров. Были задействованы все региональные силы МЧС. Ночью на подмогу прибыли красноярские, новосибирские и московские спасатели. Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются. В этих списках фамилии тех, кто мог находиться в торговом центре в момент пожара. Судьба этих людей до сих пор остаётся неизвестной. В списках жителей Кемерово, Томска и других ближайших городов. В период школьных каникул учителя решили организовать поездку детям в Кузбасс. В кино шли целыми классами. Папа! Ставьте! 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 Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по трём статьям. Причинение смерти по неосторожности. Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предстоит выяснить, сработали или нет дымоуловители, вытяжки, система пожаротушения. И почему были заперты двери пожарных выходов. Елена Макарова, Юлия Ходрова, Максим Путинцев и Владимир Козин. Первый канал. В связи со страшной трагедией в Кемеровском торговом центре в региональном МЧС открыта горячая линия. Номер на ваших экранах 8 38 42 58 23 33. Туда можно обратиться с любыми вопросами, связанными с пожаром, а также получить психологическую помощь. Форм продолжает гореть. Мы сейчас находимся с другой стороны, возле оперативного штаба. Вон там мэр стоит в городе. В очках. Свердил. А там не видно. Ситуация такая, что все горит. Сейчас пойдем еще внутрь школы, там, где находятся пострадавшие. Сейчас опять же ходили с людьми, разговаривали. Просто очень много пропавших без вести. Говорят только о 56 погибших ягодах. Субтитры сделал DimaTorzok